Республиканский совет женщин и театр кукол с этого года выступили с инициативой показывать спектакли детишкам, проходящим лечение в больницах Чувашии. Этот проект они назвали терапия искусством. Для Чувашского театра кукол такие постановки не новы. Уже пять лет артисты выступают со спектаклями для больных детей. Мы, женщины республики, хотим, чтобы наше население было здорово. Поэтому маленькие проекты, большие проекты, которые в наших селах, мы стараемся вместе сделать, организовать и представить. Сегодня мы представляем здесь небольшой спектакль и хотим, чтобы вы посредством этого просто оздоровелись. В холле отделения нейрохирургии Республиканской больницы артисты театра показали «Вадевирь» – веселый музыкальный спектакль. И пока врачи выполняли свои профессиональные обязанности, артисты выполняли свои. На самой 17 лет и спросить любого, в Петербурге лучше нет, как и в Старбово. Главный режиссер театра «Кукол» Юрий Филиппов говорит, что такие выезды для них не впервой. Много спектакля они показали для детей. Когда мы выступали со спектаклем «Наивный суслик» в квартирах для детей-инвалидов, которые еще и ходить не могли тогда. И во время спектакля один мальчик, который никогда не ходил, встал и пошел. Вот это результат нашей куклотерапии. Моё самочувствие улучшилось, да. Играет очень прекрасно. Дай Бог им всего здоровья. Всего хорошего. Дай Бог, что было у них в жизни хорошо. Проект театра «Кукол» Республиканского совета женщин в этом году поддержало Министерство здравоохранения Чувашии. По словам Аллы Самойловой, такая реабилитация действует порой гораздо лучше медикаментозной. Фактически сегодняшний проект называется «Терапия искусством». Это когда на ранней стадии больные после инсультов, после инфарктов получают заряд эмоционального наслаждения и фактически заряжаются на здоровье. Поэтому те спектакли, которые предполагаются играть в больницах, они будут небольшие, они будут маленькие, но они будут настолько яркие и настолько позитивные, для того, чтобы больные не чувствовали себя здесь больными. Они должны себя уже здесь начинать чувствовать здоровыми. В этом году проект получил грант 450 тысяч рублей. И терапию искусства могут на себе испытать больные всех лечебниц Чувашии. Татьяна Молокова, Светлана Олегимова, Александр Петров.